Чудотворная Владимирская икона Божьей Матери – одна из самых чтимых реликвий Русской Церкви. Перед ней молятся об избавлении от нашествия врагов, о наставлении в православной вере, о сохранении от ересей и расколов, о примирении враждующих и о сохранении России. По церковному преданию эту икону написал евангелист Лука на доске стола, за которым трапезничало святое семейство Иисус, Мария и Иосиф. В Россию икона попала в начале XII века из Византии. Она была подарена Юрию Долгорукому, Константинопольским патриархом. Икону поместили в женский монастырь Вышгорода, недалеко от Киева. Слух о ее чудотворениях дошел до сына Юрия Долгорукого, князя Андрея Боголюбского, который решил перевезти святыню на север. Проезжая город Владимир, лошади, ввесшие чудотворную икону, встали и не могли двинуться с места. Князь растолковал это знамение как желание Божьей Матери остаться на этом месте, где за два года и был сооружен храм Успения Богородицы. Во время нашествия Тамерлана Владимирская икона Божьей Матери была перенесена в Москву для защиты города от завоевателя. На месте Сретения, то есть встречи москвичами, чудотворной иконы до сих пор находятся улицы Сретенка. Там же был основан Сретенский монастырь. Владимирская икона Божьей Матери троекратно избавляла государство российское от врагов. В 1395 году от полчища Тамерлана, в 1451 году от войска Ногайского хана с царевичем Мазовшей и в 1480 году от полков хана Ахмата. Владимирская икона относится к иконографическому типу Илиуса, или умиления «Младенец припал щекой к щеке матери». Икона передает полные нежности общения матери и ребенка. Отличительной особенностью данного образа является то, что левая ножка младенца Иисуса согнута так, что видна подошва его ступни – пяточка. Сегодня Владимирская икона Божьей Матери хранится в храме Музея Святителя Николая на Толмачах при Государственной Третьяковской галерее. И это не список, не копия, это подлинная святыня.